всем привет это подкаст кинобудет как всегда мы обсуждаем новинки кино и в студии как всегда андрей смифеев и артём я не придумал себе крутого ника липин почему ты выглядишь не как обычно а потому что мы попали в опасную зону это не работает по-русски на самом деле тут дэнджер за он мы сегодня адам для тех кто нас слушает на спотифая мы кстати перейти на спотифая между прочим вы не увидели прекрасного гага так что для вас это останется тайной навсегда так вот да мы с андреем посмотрели фильм под названием top gun на варик и мы не просто его посмотрели посмотрели в кинотеатре форум синем из в зале айсенс с звуком атмос без соблюдения правил безопасности потому что они больше не активны ура так вот хотя мне нравилось сидеть когда между это был рай для интроверта их на так вот мы посмотрят оба на варик удобно что он и по-русски по-английски называется одинаково потому что приводится как и предыдущий фильм этого режиссера назывался oblivion да не предыдущий там между ними еще был это известное традиционное русское слово в общем да топ гана maverick это сиквел от продолжение фильма топ ган восемь шестого года оба фильма с томом крузом в главной роли первый фильм топ ган восемь шестого года быстренько был про пилота военного пилота истребителей но до который вообще круче всех и он попадает в супер топ школу для супер топ пилотов и несмотря на то что он нарушает все правила он все-таки становится одним из лучших командных командным игроком да он учится как бы и работать в команде а не быть впереди всех хотя конечно в настоящей жизни его бы выкинули бы после первого пролета вот такого но неважно и топ ган мэрик вышедший 36 лет спустя вышедший пришли спустя продолжение об этом же персонаже которые уже постарше поопытнее и теперь его задача не научиться а научить других подготовить молодых пилотов тоже самых лучших к практически невыполнимой миссии как бы это не звучало смешно в контексте тома круза в русских субтитрах это словосочетание так и звучит но он неси не выполним а вот и да как уже андрей заметил режиссером этого фильма выступил джозеф козинске если я правильно помню его имени он не самый известный режиссер но это его четвертый фильм но он до этого работал с тома крузом фильме oblivion достаточно клёвые научной фантастики и с любителем жанра точно зайдет и до этого еще у него был фильм с диснеем под названием трон тоже сиквел трона следе продолжение трона из восьмидесятых тоже там десятки лет спустя с возвращением части оригинального каста тоже достаточно себе прикольная фантастика она не очень зашел критикам и зрителям почему-то но в целом не посмотреть интересно вот в общем так андрей как тебе то я думаю вначале нужно и про top gun немножко перо поговорить ну и продолжение как тебе оба фильма но тут мы с тобой как уже обсудили разные позиции занимаем в том какой фильм лучше 1 или 2 я считаю 1 удачнее несмотря на то что никакого особого трепета к нему не не испытал больше он меня чем-то увлек как вот памятник ретро культуры что ли то есть это фильм такой платят плоти восьмидесятых и если первый выглядит при этом абсолютно естественным то второй пытаясь повторить эти восьмидесятые в условиях уже как-то нового восприятия мира нового восприятия жанра и персонажей выглядит немного неуместно что ли и там в виде вот этого повторения присутствует там и вел килмер и эд харрис которого не было в первом фильме но он тоже такая икона кино восьмидесятых и дженнафер конноле собственно ну вот я лично и и больше помню по фильму ракем по мечте который уже далеко не 80 она восьмидесятых у нее там тоже вы был лабиринт с дэвидом боу и например где она впервые появилась и были там всякие молодежные комедии где она играла так что она восьмидесятых уже достаточно активно работала ну вот мне казалось что она моложе ну ладно хорошо сохранилось вот да и поэтому как бы что касается первого топ-гана я не почувствовал что это какое-то зря потраченное время насчет второго я все-таки такой можно было провести вечер как ты по-другому вот как-то так что скажешь ты мне первый фильм не понравился в нем есть клевые вещи вроде песни danger zone которую я отлично использовал в своем гаги в начале и там есть там есть да тут будут спойлеры к обоим фильмам потому что их заслуги не в сценарии можно спойлерить тем более первых моих что года так вот смерть гуса напарника тома круза была крутой фоне драматургии в плане только она была сделана это было прям клёво и классно сделано и песен danger zone крутая и самолет красивый все остальное в первом топ-гане меня максимально раздражало эти запилы на электрогитарах каждые 7 минут одинаковые поведение главного героя который думает что он самый крутой но на самом деле в реальной жизни он бесил бы вообще всех и как он подкатывает к своему любовному интересу зайдя просто в женский туалет и все делают вид что это нормально и так далее ну как бы понятно другое время но мы смотрим сейчас и поэтому фильм топ-ган мне вообще и ну милитарная эстетика мимо меня я очень не люблю этого всего насчет военщины да особенно 1022 году это смотрится но поэтому мы кстати к этому фильму немножко другое отношение вот при этом там есть прикольные моменты и снята и действительно надо отметить да что фильм первый топ-гана снял тони скотт это брат более известного наверное режиссера ридли скотта но и у тони скотта были свои удачи и собственно вот топ-ган это одна из них такой и в американской культуре это прям веха но так как мимо меня прошло так я не американец и не люблю военщину то как бы я с большим напряжением смотрел этот фильм насчет с андреем разница была в том что я первый посмотрел топ-ган раньше до сикла потом шовки но уже знаю что первую часть у андрея было об обратном начале сику потом первая часть вот и поэтому я с большим недоверием шел на второй фильм хотя и слышал про шесть минут стоячих аплодисментов в каннах что для меня был вообще за что вот и я посмотрел с технической зрения намного лучше сделан и самолеты летают еще более красиво и том круз налетал уже свои десятки и сотни часов на настоящих истребителях и поэтому он и он заставил других актеров полетать на настоящих истребителях то есть там вот все эти его заявления настоящих перегрузках и так далее это все правда несет на ну занимались этим делом с точки зрения истории поняла что она такая же базовая но если первая часть не раздражала откровенно этими выводками мэрик и так далее то во второй части мне кажется чуть более реалистичными и чуть более не бесючими получились персонажи что пилотов что самого мэврика который когда и нарушает правила у него всегда четкое объяснение зачем он это делает там пойдем мы сейчас будем не заниматься делом и играть в футбол потому что мы сплачиваем команду я угоню самолет не потому что я такой весь из себя бандит а потому что мне нужно доказать ребятам что мы можем эту миссию пройти тогда в общем там все более вместо первой части где он такой а давай просто пролетим на сверхзвуковой скорости возле вышки и диспетчер обожрется кофе ну сколько 15 ну кому он вот поэтому вторая часть меня не раздражала как минимум персонажами а экшенчик все еще на высоком уровне кроме того у меня есть еще одна идея подвода только смотреть этот фильм но я ее заброшу на будущее на после первой рекомендации потому что мне кажется что важнее сейчас просто обсудить на базовом уровне эту историю я думаю нужно поднять точно фигуру главного актера это том круз человек прошедшие большие метаморфозы и в своих ролях и в своем внешнем виде но это как бы бог с ним уже второстепенно я слышал что он в общем-то в своих фильмах уже гораздо перерос планку и понятия просто актера даже ливен кроул он превратился в такого в полноценного продюсера который напрямую в общем-то решает очень многие вопросы вот и как бы том круз для меня это такое немножко уже утро вот мне кажется мы потеряли тома круза мы потеряли того человека который снимался у мартина скорсезе который снимался в фильме человек дождя у брайана до пальмы у пол томаса андерсона в магнолии мы даже потеряли того очень забавного как звали продюсеров тропик сандер да что то такое где он лысый с толстыми руками где он говорил что я хочу чтобы в этой чтобы в этой роли у меня были толстые руки я не знаю зачем но я просто этого хочу дай этому режиссеру в морду да это безумно смешно это в принципе замечательный фильм про закулисья голливуда в очень такой очень сатирическом виде до невероятно смешно и конечно ну много достаточно шоу украл именно том круз совершенно непредсказуемой своей роли по моему даже не было анонсировано что он играет и мне не только не поняли что это было да и поэтому когда он появился на экране это конечно было нечто вот да и вот смотря первые ну вот мы с тобой говорили и ты перед тем как я посмотрел первую часть ты сказал что единственное хорошее что в нем было это том круза я сейчас еще перечислил другие вещи но топ круз тоже хорош ну вот и после второго фильма я понял что самое плохое что было во втором том гане это был том круз потому что эти его какие-то странные ужимки какие-то где он пытается как будто повторить свою какую-то вот естественное его магнетизм который был в первой части сейчас это выглядит какой-то странной неуместной пародией что вроде как бы персонаж изменился но при этом вот этот уже пожилой достаточно мужчина пытается воспроизвести те же вроде бы обаятельные вещи которые раньше смотрелись естественно а сейчас мы вызывают сомнение не уют какой-то ну вот мы с тобой конечно мне кажется и в этом-то все дело мы принципиально расходимся в оценке тома круза мне кажется что да без сомнения том круз 90-х и начала нулевых когда он снимался ну тут все же перечислил 80-х да 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 там еще можно вспомнить широко закрытыми глазами абсолютно это абсолютно до великий фильм этом круз там был невероятно потом он пропал он действительно вторая миссия невыполнима какие-то у него были неудачи вся эта саентология какие-то скандалы он пропал третья миссия невыполнима была прикольной но не то чтобы что-то невероятно а потом вот как раз когда он вернулся и он стал продюсером якоро считаю что мы вернули тома круза другого не того он поставил себе за задачу что каждый его фильм должен быть невероятным приключением для зрителя миссия невыполнима каждый раз планка выше планка выше планка выше все там но большую часть трюков делать самому летать на самолетах ползать по бурж калифу еще что-то падать прыгать ломать ноги продолжать бежать по крышам лондона все ради того чтобы зритель не выпадал из мира кино потому что всегда бывает мы все это знаем когда сколько-то блокбастер и такой но это под графика вот тут вот склейка что другого типа поставить каскадера том круз этого не допускает практически никогда если он едет на мотоцикле это он уедет на мотоцикле и так далее и это не всегда хорошо но именно в тех фильмах которые делают том круз это добавляет им не то чтобы реализма но такого сопереживания ты сопереживаешь из-за персонажа там нитана ханта это потому что большая степень конечно относится к миссии невыполнимо но из-за тома круза и ты смотришь него такой господи мужику 55 лет а он ну ну вот сейчас вышел трейлер седьмой миссии по ним он прыгает он на так ли разгоняется со скалы и прыгает у него внуки сейчас должны в детский сад пойти да ну если по нему были а он вот этим занимается и так далее он все делает только ну ради зрителей если посмотрите его интервью вот кино это единственными кажется ну о чем с ним можно говорить он невероятно обожает кино как искусство и вовну во всей своей карьере можно об этом говорить даже вот в первом топ гане волки умолом в своей биографии писал что мы с том крузом люди из абсолютно разных галактик и так далее вот эта цитата волки рмут киллмера но то как том круз работает над ролью что он не спит ночами думает как вычитать роль он нам работает над собой он заставляет других работать все актеры если ты возможешь интервью от смеси невыполнимый с других каких-то боевиков последних там десяти лет с новым крузом они все говорят находясь на початке с тому крузом тебе нужно на голову вырасти над собой прежним потому что он всех доводит ну да до перфекционизма вопрос другом если это не не твой жанр вот эти все шпионские боевики и так далее там драчки и все вот это это объяснимо но спорить с тем что микроссор спорить с тем что том круз все что делает делает исключительно из-за желания сделать каждый фильм экспириенсом и в этом плане top gun 2 не исключение для меня maverick там конечно в основном это самолеты они какие-то физические действия и так далее но то что он добился там невероятного какого-то нереализма окей но что эти дуэли в воздухе как они выглядят напряжение которое создаются когда смотришь на лица актеров которые находятся в перегрузках так далее он все это делает исключительно для того чтобы нам было клевее смотреть фильм вот и поэтому я тома крузу очень люблю именно как актера этом санитологии окей есть вопросы его там поведению предположим к тому что он иногда перебивает режиссеров и ставить себя выше режиссеров это тоже правда из-за чего мне кажется мумия та же самая пострадала очень сильно но когда он находит режиссер с которым может работать как кристофер макуайр вот с последних миссий невыполним он кстати стал со сценаристом и со продюсером top gun maverick они вот последние годы очень плотно сотрудничают вот тогда выходит прям вот то что называется развлекательным кино в его высшем понимании это не marvel это не звездные войны это даже не форсаж это том круз который говорит а давайте мы вот так вот сделаем потому что это клево просто потому что клево вот и все и поэтому я его люблю поэтому я поэтому мне его харизма близка почти во всех фильмах но ответишь ты говоришь про какое-то зрительское приключение но я никакого зрительского приключения не вижу если нету там интересно рассказанной истории или если при этом отсутствует действительно что-то художественное то есть я уверен что я не один такой и существенная часть аудитории я подозреваю что не большинство не подавляющее совсем но для них важна все таки какая-то не знаю ценность помимо развлекаемости потому что ну развлечения тоже может быть разное там не знаю в терминаторе 2 куча cg куча cgi да но до сих пор он мне кажется на голову выше по уровню такого умного развлечения что ли развлечения которое шире чем просто ой это там невероятный аттракцион и он вот так работает как бы до сих пор и все и любви к ко второму терминатору а это бесспорно моя любимая часть во франшизе терминатор там история хороший робот защищает мальчика от плохого робота но я на войну упрощать глубокий сценарий мы можем сделать отдельный выпуск где я расскажу много про глубочайшие там истории и этом есть про гуманизм и про так далее это разумеется конечно хорошо я говорю про то что я не согласен с тобой именно в интертейменте сценарий не самое важное mcu это доказывает он не может быть он не должен быть плохим это же опять-таки marvel это показывает я про сценарий не говорил ну хорошо я говорил про художественность ну да то есть даже фабулы потом в топ ген маврики очень конкретная вот у нас есть куча индивидуальности которая не команда они концу фильма должны стать командой им в этом помогает чувак который в первом фильме тоже научился работать в команде я это видел сто раз конечно ну вот много чем видел сто раз вот именно наша работа такая мэд мэкс последний тоже величайшее развлекательное кино там тоже очень простая фабула при этом полюбалюблен и критиками и зрителями 1 артем порекомендует что-нибудь кроме там гана давай андрей вначале ты даже что рекомендации потому что я хочу вначале поговорить про второй слой топ гана и тогда порекомендовать даже фильме топ ган есть второй слой я уверен в этом очень философское кино да самый философский фильм что мы смотрели да хорошо я думаю о том что порекомендовать исходил из эпохи эпоху 80-х очень ярко тем более в кино тем более в голливудском кино и мне пришли в голову два фильма первый связан непосредственно с том крузом и с теми золотыми временами когда он действительно издавал что-то интересное это его коллаборация с неким мартином скорсеза и это замечательный фильм к сожалению почти забытый сейчас он называется цвет денег и это вообще мало кто знает даже из тех кто знает этот фильм еще меньше знает что это продолжение первого фильма с тем же персонажем пола ньюмана по моему даже 50-х годов то есть не ремейками на продолжение продолжение то есть главный герой до главный герой не том круз а персонаж которого сыграл легендарный пол ньюман фильм про бильярд и безусловно в фильме цвет денег я видел величайшую сцену бильярда и снятую практически одним кадром где камера кружится вокруг бильярдного стола в то время как том круз играет и всякими видами пытается всяческим образом пытается унизить своего неприятеля при этом так короче это это абсолютно великолепно но мне кажется более все-таки уместен фильм 91 года хотя он платят плоти все равно абсолютно восьмидесятых касается фильм легендарного режиссера катин бигела у первого женщины режиссера получившую оскар за лучшую режиссуру за фильм арго операцию арго мне кто-то бы нахлик а . артём 2 за фильм повелитель бури до все эти военные фильмы короче это потрясающее кино да и я говорю про то что вы игры выиграл оскар да но и фильм катин бигла про который я говорил называется point break набрена на гребне волны без тома круза но зато с кену ривзом если ты не хочешь как зовут второго нет это был потрясаю это был какой-то прямо легендарный абсолютно артист мне стыдно но я к сожалению помню его имя мы поставим имя и вот здесь вы видите его фотографию история детективная в принципе про полицейского который внедряется в банду серфингистов привет 80 серфингистов которые грабят банки это еще раз 80 и там конечно ими управляет очень харизматичный лидер который в общем то организует все эти ограбления и разумеется наш герой полицейский в исполнении киану ривза начинает испытывать к нему какие-то какие-то дружеские какие-то какие-то дружеские отношения настолько что в конце прямо не желает его задерживать в общем это идеальный боевик вот прямо что касается боевичности и акшен сцен он point break стоит на голову выше уж топ ганов так тем более вот и при этом все равно обладает сильной сильной драмой это действительно история такой мужской дружбы достаточно трагично и в этом смысле напоминает наверное фильмы квентина тарантино где этот мотив тоже поднимается особенно в первом ну да в бешеных псах вот и поэтому да тоже очень удачная возможность посмотреть на старое кино которое тоже связано с тем что происходит сейчас ну по крайней мере в мире кино касаемо топ-гана вот и молодой киану ривз что может быть лучшим поэтому до point break рекомендую я очень сдерживаюсь пошутить что чтобы не пошутить про то что это форсаж процент фангистов патрикс уэйзи адрикс уэйзи конечно же вот но имя и фотографии были до этого точно форсаж просто украл эту историю и сделали про машины не первых разошлись богомерзкий фильм но мы не про форсаж мы про топ-ган мэрик так вот мой мой мое мой взгляд на этот фильм это почему мне кажется мне понравился больше чем понравил чем должен был мне кажется что этот фильм не про мэррика он про тома круза он про то это орган мэрик это про то фильм как стареющий том круз понимает что он уже не может снимать кино летать на самолетах также как делал это в молодости кино я в тебе еще чем-нибудь кину после подкаста он понимаешь он больше этого не может он продолжает это делать и продолжает ставить новые рекорды как в начале топ-ган мэрик а он все-таки делает это 10 махов и так далее также как и том круз постоянно повышает планку своих трюков в кино но он понимает что все это подходит конца это не может продолжаться вечно и тут ему дают возможность подготовить молодую команду передать ему даже говорят вот в тот момент когда у меня это и этот образ сложился это когда персонаж это хареса вначале говорит что том крузу что нам пилоты уже не нужны у нас беспилотники сейчас всех вас заменят эти время асов подходит концу и это фактически продюсеры говорят нам ну не нужны твои трюки это опасно не есть компьютерная графика она почти идеально все не нужны вот такие как ты или и фильмы такие как ты делаешь а это все знак прошлого уже там лечер 10 не будет ничего такого и он отправляется на свою последнюю миссию готовит молодых и понимает что молодые уже ну они крутые но они не готовы ему приходится самому в последний раз сесть за штурвал самолет и снять фильм и тогда в это ложится и вел килмер который ну с томом крузом начинали они похожи но они абсолютно разные конечно и актеры и люди и если том круз стремился именно к развлекательному кино и себя готовил на к развлекательному кино то был килмер хоть и снялся в бэтмене но все-таки больше известен как такая немножко индия фигура и такая больше андерграундная фигура и но при этом все равно они их персонажи и они как люди они уважают друг друга и как бы на равных друг воспринимать несмотря на свою разность и эти персонажи в фильме они прекрасно это зеркалят их встреча тоже она получилась эмоциональны для меня именно поэтому потому что это вел килмер со своей настоящей болезнью отыгрывает этого персонажа они с томом крузом и том круз который говорит я не ну он говорит тогда про персонажа майлса тэллора говорит что я не знаю ну а нужен ли я ему вообще но по большому счету то том круз спрашивает а я вну нужен ли я кино вот такой как я если сейчас вот есть все эти новомодные технологии если сейчас уже подросло поколение я нужен и волкир мой говорит ну как бы нужен ну да все равно вот и для места этой точки зрения и финал картины это что он ну то что тоже вначале как бы заявляется что том круз никуда не полетит мы все понимаем что полетит и он летит это как заканчивается этот фильм для меня это вот как бы том круз который говорит мы еще это есть еще порох в пороховницах еще меня фильм об этом о том как уходящая эра голливудских фильмов больших блокбастеров завязанных на реальных трюках которых было очень много в те же 80 90 практически все боевики так и строились за неимением технологий что сейчас уходит конечно есть еще том круз есть еще киану ривз кстати со своими джонами виками где тоже все доверно заманного многом завязано на реальных каких-то проделках и так далее то есть все еще что то есть но по большому счету это такой же жанр уходящий в какую-то нишу вот для меня этот фильм был об этом в первую очередь поэтому меня не очень бесил милитаризм меня не очень бесили все эти патриотические вставки и том круз говорящий речь на огром на фоне огромного американского флага эти в том же отряде самоубийц это было стёбом то здесь это как бы абсолютно прямо вот и так далее я все это отправлял в символику и смотрел фильм про тома груза который не может смириться со своей старостью и для меня вот эта драма была важной это конечно поэтично и очень красиво не знаю как много людей проще вот но здесь понимаешь твое суждение интереснее чем фильм это его взял из не из ниоткуда да но я как ну тоже зритель и слушатель и там ну и зритель фильма и слушатель себя в общем то твой там только что спич был ну пожалуй интереснее всего фильма то есть достойно такой хорошей рецензии которая мало касается вообще художественных достоинств художественных достоинств самого фильма но при этом очень интересный взгляд на то как это как это можно воспринимать потому что это ж ну не совсем моя идея в том плане что я встречал такое мнение как раз о фильмах миссии невыполнимо что есть первая миссия невыполнимо где главный герой он вот тоже такой типа весь из себя самый крутой ему приходится доказывать свою крутизну как и том круз такой я самый клёвый тот самый классный и всем все докажу потом вторая миссия невыполнимо которая визуально очень такая типа и это же снимает именно вот крутой режиссер джон ву там много взрывов всяких так далее но внутри пустая и том круз который как раз тем годы ударился вот в это все и там первые его ну там главный трюк всего фильма это как он залазит на гору что вообще не влияет на вечер да да все остальные трюки в следующих миссиях невыполнимых они завязаны как-то не связаны с сюжетом а тут он просто смотрите я заберусь на гору вот третий фильм это немножко такой поскромневший том круз который персонаж заводит семью том круз немножко уходит в тень но возвращается в дело ради благой цели с типа с хорошими людьми с джи абрамсом четвертый фильм про то как том круз начинает собирать команду вокруг себя становится продюсером фильма пятая шестой части том круз на вершине своего величия как продюсер и итан хав как агент вот и вот эти параллели непонятно сколько не закладываются но они прямо очень считываются и для меня top gun мэврик это продолжение вот этих параллелей просто-напросто это интересная вещь и это все что могу сказать у тебя нет меня по этому поводу нет я не уверен что буду смотреть миссии невыполнимы если только это не придется делать для подкастов или для рецензий но но как-то так ну окей то есть топ круз не твой герой молодой мой герой а кстати а ты смотрел другие фильмы джосефа козински ну а блин смотрел активы там очень симпатичная одна из моих любимых актрис и по-моему королевы красоты андрея ризенбург и там постельная сцена с ней красивая вот это это что я скажу про про фильм об ливи он чего еще ожидать от фильма с таким названием андрей пять минут назад сценарий история ну постельная сцена в и дженнифр и райсбург но такие проблемы я ждал фильма по мотивам игры оказалось научная фантастика что-то как так какой не поверишь об ливи он это приквел скайрима куда нам до ваш понятно ладно тогда видимо пришло время моих советов 1 я-то надеялся что мой взгляд на кино тебя сподвигнет на новую дискуссию я влюбленными глазами смотрел на тебя и влюбленными ушами тебя слушал так это прямо как первый топ-ган которого все таки там столько влюбленных мужских глаз но и женских женских поменьше как раз таки всего одна пара ну и до второй женской туалете следующий нет в общем моя и соответственно из этого исходя вот моего понимания фильма про надвигающуюся старость и про передачу дел новому поколению я долго думал что посоветовать в том числе и однажды в голливуде попадал в мою голову как раз таки про такого старейшего актера прекрасный фильм но наверное я посоветую обычно стараются это такие менее известные фильмы но мне кажется что опять-таки особенно учитывая наш спор с андреем по поводу ценности развлекательного кино я посоветую известный фильм но может не все его видели это блокбастер это фильм логан джеймса меннигоуда тоже классный очень режиссер логан это последний фильм в котором хью джекман снялся в роли росомахи это комикс на кино но это вот наверное один из главных для меня комиксных фильмов который показывает что комикса это не только про стрелялки лазера инопланетян это очень человечная история но очень поздно ты это понял была в значит вендетта ну это условно комиксное кино хорошо извини перефразирую логан это был одним из к ну такое вот известно к то есть marvel dc я вот это имею ввиду очень много из фильмов по комиксам просто люди не знают что это комикса вот я имею ввиду конечно это понятно есть у хранителей можно вспомнить можно много чего вспомнить я имею ввиду такой массовый персонаж который росомаха вдруг внезапно это если бы как про железного человека сняли фильм про алкоголизм что в комиксах есть а в кино как бы не особо возникает так вот что кстати отличный фильм но по крайней мере очень хорошая идея и да идея хорошее исполнение я не помню если честно там были упор забавных моментов но и и все так вот логан фильм с очень человечной историей про то как про то как все заканчивается все приходит концу рано или поздно очень брутально снятый очень брутально снятый вот это и при этом все равно с какой-то ты до конца не хочешь верить в эту надежду но небольшая небольшое зарево надежды там все равно есть и в этом плане мне кажется это снятый фильм он похож еще вот на то что делает он крут потому что там очень много практичных трюков там очень много таких драк и вот история про передачу как бы факел следующему поколению она тому тоже очень очень прослеживается в общем классный фильм и отдельная его ценность в том что вам не нужно смотреть предыдущие фильмы про людей x достаточно просто понимать кто такой росомаха кто такой профессор ксавьер и все вы можете посмотреть этот логан и да и радоваться один из лучших трейлеров кстати который я видел но в отличие от других классных трейлеров и фильм получился очень крутым поэтому да советую логан как фильм про то как стареющий герой дает последний бой вот я сформулировал ну примерно вот так мы рассказали про фильм топган и связанные с ним плюс наши рекомендации да встретимся опять через какое-то время точно не знаем через какое потому что фильм становится меньше перед июльский августовской блокбастерным ливнем да но на данный момент увидимся точно смотреть нас можно на rustv.net и на ютубе слушать на rustv.net и в спотифая на ютубе тоже можно слушать при желании но да теперь мы спотифая в общем заходите и подписывайтесь спасибо что были с нами пока в общем за субтитры сделал DimaTorzok